И тем временем в России становится все больше злоумышленников, которые ходят по квартирам и предлагают установить датчики дыма. Причем продают их втридорога. В Тюменской области также зафиксированы случаи обмана доверчивых граждан. Анна Княжева провела собственное расследование. Вот такой датчик дыма обнаружила у себя в квартире Елена, придя с работы. Оказалось, что его установили сотрудники фирмы «Профгазбезопасность», убедив 80-летнюю маму хозяйки квартиры в том, что этого требует закон. Они очень умело пользуются доверчивостью и ответственностью пожилых людей такого возраста. Они сказали за дверью, что это проверка пожарной безопасности. Показали корочки красные с надписью, название компании «Мама». Подумала, что это действительно что-то серьезное, надо открыть дверь. За датчик дыма пенсионерка заплатила полторы тысячи, хотя на самом деле он стоит 350 рублей и продается в любом магазине пожарного оборудования. Устанавливается батарейка, закрепляется на потолке, либо на стенке, этого достаточно. У них себестоимость такая маленькая, у производителя уже по маленькой стоимости. То есть это для обычного человека очень доступно. И покупать за 2000, ну, нецелесообразно, наверное. Однако те, кто ходит по квартирам и предлагает датчики, рассказывают совсем другие истории. У нас область, львовникам, область помогает львовникам сейчас. Там по стоимости поплачивают за обрыгивание монтаж у вас бесплатно. Всю квартиру-то я никому не заставляю. Две штучки или одну. Да мне и не надо, я одна, и никогда ничего у меня нет. Чайник, ключик. А чайник, знаете, самый пожар опасный прибор. Область действительно помогает, но совершенно бесплатно. Датчики устанавливают, например, ветеранам и многодетным семьям. Остальные могут сами позаботиться о своей безопасности. Но делается это по желанию. Отсутствие датчиков дыма в квартире ни в коем случае не ведет к штрафу. Требований, устанавливая датчики автоматической пожарной с организацией в квартирах, у нас нет. Все датчики, которые устанавливаются нашими сотрудниками, производятся на безвозмездной основе, совместно с другими организациями. Это Центр семья, либо же Департамент по безопасности жизнедеятельности города Тюмени. Компания «Профгазбезопасность», сотрудники которой ходят по квартирам, якобы с пожарной проверкой, уже прогремела на всю страну. В интернете огромное количество роликов, которые снимают и выкладывают в сеть пострадавшие люди. Казань, Уфа, Севастополь, Курган. Схема работы специалистов везде одинаковая. Проверяйте систему безопасности. Какую систему? Что значит система безопасности? Мы зашли, посмотрели. У вас приборы какие-то есть для проверки или что? Ощупать, осмотреть, засветить чем-то. Или вы смотрите у кого что в квартиру, а потом передаете информацию. Люди звонят в МЧС, вызывают полицию, но незваные гости с красными корочками упорно продолжают ходить по квартирам. И сколько платить? Ну, кроме две у вас. Монтаж сколько-то у вас бесплатный? Ой, девочки, мне как неохота платить. У меня до 15-го числа вот две тысячи есть. И даже появление нашей съемочной группы, кажется, никого не удивляет. У нас организация легальная, но все документы при себе есть. Анна Княжева, Алексей Красных, Тюменское время. Отмечу, что моя коллега Анна Княжева подготовила на эту тему большую программу частный случай. Ее можно найти на нашем канале в Ютьюбе, а также в группах Тюменского времени во всех соцсетях. Продолжение следует...